здравствуйте запишу аудио для понимания разницы да и что такое вообще когда мы идем на провинциальные программы значит провинциальная программа это что это когда у нас есть кстати это касается любой провинции когда есть job offer то есть предложение от работодателя когда работодатель дает свои документы чтобы провинция посмотрела что вы работодателю нужны и работодатель вас поддерживает этой миграции почему потому что вы работодателю помогаете так сказать развивать экономику этой провинции точнее вы помогаете работодателю а работодатель развивает экономику провинции и И провинция говорит, отлично, раз есть работа у этого человека и есть работодатель, которому нужен этот человек, то значит и нам он нужен, потому что нам нужны работодатели, и нам нужна экономика, развитая экономика в провинции. То есть такая логика. И потом, после этого, когда провинция одобряет, после этого идет следующий шаг, когда уже есть номинация от провинции теперь уже. Благодаря работодателю. Следующий шаг – это федеральный шаг. Идет вся аппликация на подачу уже на пиар. То есть первое – это подача на провинцию, на номинацию, а потом уже подача на пиар, на перманинт резидент, на федеральный стейдж. Когда уже вы говорите, смотрите, меня уже и провинция выбрала, и поддержала, да, то есть проверила, поддержала. Благодаря работодателю, естественно. Но у меня теперь есть номинация от провинции, теперь за меня уже и провинция, как говорится, голосует. И федералы рассматривают. Федералы – это федеральное правительство, это вся Канада, это не только провинциальное правительство, да. И федеральное правительство говорит, отлично, мы видим, вы нужны этой провинции, а мы, так сказать, то есть голос провинции слышим, поэтому и мы вам пиар даем. То есть как бы логика вот такого плана. Поэтому, когда мы говорим про федеральные программы, когда вы идете сразу на федеральные программы, а это, например, через систему экспресс-энтри, Canadian Experience Class, то там отработал год, подал и свободен. И можно не зависеть ни от кого, потому что уже заслужил эту эмиграцию отработкой года. Когда мы говорим про провинцию, мы как бы просим заранее себе такой вот приоритет. Смотрите, у меня есть работодатель, он дает мне документы, я подаю на пиар, дайте мне пиар. Но мы должны теперь держать марку. То есть получается, что да, есть такой момент, что когда работодатель документы дал, есть определенная зависимость от этого работодателя. То есть по сути есть открытый рабочий пермит. В вашем случае. Но при этом есть документы именно этого работодателя. Именно он поддержал вас на эмиграцию. Поэтому именно с ним нужно держаться, пока вас рассматривают. Есть такой момент и возможность смены работодателя. Но тут зависит от провинции. Например, в провинции Беси поменять работодателя можно. Но при этом нужно примерно на такую же позицию, чтобы держать тот же уровень НОКа, зарплаты, марки и так далее. То есть держать свою марку, так скажем. И когда мы меняем работодателя, мы оповещаем провинцию о смене, что у нас все еще есть, как бы так говорится, голос работодателя за нас, да, другого, но все равно это имеет место быть. Потому что программа провинциальная требует именно работодателя. И причем в каждой провинции свои вообще требования. Я вам пример приведу. В Беси, да, это минимум один год работы, чтобы минимум один год компания существовала. Одно из требований в Антарио, чтобы хотя бы три года компания существовала. Со Скачевани, к примеру, там другие требования. На вопрос, где можно это посмотреть, по любой провинции, включая Со Скачеван, Манитобу, Альберта, Беси, Антарио, каждая провинция имеет свой веб-сайт, официальный государственный веб-сайт, где прописаны эти программы и эти требования. То есть говоря про условия, что, да, пока вы работаете, пока вас рассматривают, точнее, вам нужно дальше работать на работодателя. Смена работодателя возможна, но опять же, со Скачеван заходите на сайт со Скачевана, либо доступны консультации, где детально для вас все посмотрят, вам четко скажут по вашей ситуации. Это тоже возможно, да, но это консультации. Если сами хотите разобраться, заходите на сайт, читаете все, вникаете. И да, имейте в виду, что если вы с этим работодателем подаете, то в основном редко, кстати, кто меняет работодателя, потому что, хоть и открытый work permit, потому что есть риск, что могут с другим не одобрить, есть такой риск. Есть риск, что могут принять смену работодателя, а могут не принять. Вообще со Скачеване должно быть попроще с этим, не так строго, потому что в этих провинциях, на самом деле, они, как сказать, пытаются оставить людей в своей провинции, поэтому они делают более такие поблажки, да, в некоторых вопросах. Но то, что нужно дальше с этим работодателем работать, это правда. И то есть, когда вы идете на такой шаг, вам нужно понимать, насколько вы с этим работодателем в хороших отношениях, насколько вам эта работа нравится, насколько вам комфортно, то есть насколько вы доверяете друг другу, да, чтобы вступать уже в такие, я бы сказала, long term, более долгие отношения, да. Поэтому, конечно, здесь, смотрите, не то, что работодатель дал документы, и все, и можно теперь хоть куда идти, нет. Нужно придерживаться этого работодателя, и там работать, пока вас рассматривают. И еще рассмотрение может занимать в каких-то случаях год, в каких-то два года. Если они задерживают, оно может занимать и три года. Есть такие случаи сейчас, особенно, вот кто уже давно подал. Есть люди, которые ждут три года, хотя это уже экстра, а правительство задерживает, потому что вот случился ковид, случилась другая ситуация, случилась война, случилась и так далее, и так далее. И получается, они отставляют аппликации, и человек вот в завязке с определенными работодателями. То есть это нужно понимать, это просто такая система, это так работает. И я думаю, теперь логика понятна, почему так работает, да. То есть когда мы заходим в определенную программу, мы уже знаем ее требования. Есть требования программ, где не требуется работодатель. Но есть вопрос, подходите ли вы под нее, достаточно ли у вас там баллов и факторов. Если да, отлично, эти программы более независимы. Еще раз повторю, какая, например, Express Entry Canadian Experience Class, да. А есть программы, которые имеют определенные факторы зависимости, то есть и требования также приложить документы работодателя. Но вы сами выбираете, на что вы идете. Поэтому, идя в ту или другую программу, вы заведомо знаете, так сказать, какие шаги, да, вам нужно будет делать потом. Либо есть зависимость, либо нет зависимости. То есть это полностью ваш выбор. То есть не сказать, что как так, как-то несправедливо. То есть нет, все справедливо, вы сами такую программу выбираете. Либо вы выбираете ее, потому что именно под нее вы подходите. Но опять же, это ваш выбор. Либо вы делаете другие факторы, например, подтягиваете английский язык, отрабатываете год и все-таки идете в независимую программу. Тоже вариант. Кстати, вот это тоже мы все рассчитываем на иммиграционные стратегии. Опять же, да, то есть опять индивидуально. И индивидуально по провинции включается Скачеван. Здесь нужно смотреть детали. Но сами, если хотите все поискать, все доступно, все есть, все описано на провинциальных государственных веб-сайтах. Еще раз повторюсь, чтобы вы это услышали, да, и попробовали сами сделать такой ресерч, если хотите. Желайте посмотреть все сами. Поэтому здесь, да, есть такая логика, и это касается любых провинций, которые идут с джоб-офером, да, с поддержкой работодателя. Нужно держать марку, нужно, так сказать, подходить дальше под программу, пока вас рассматривают. Потому что пока вас рассматривают, если вы не имеете больше джоб-офера, это значит, вы больше под программу не подходите. Если рассмотреть еще не успели, они могут запрашивать. Провинция может через, допустим, год запросить, пришлите нам письмо о том, что вы еще работаете, либо пришлите нам по эстабе, это квиточек, да, который прилагается к оплате труда, и это тоже доказывает, что вы еще работаете. Они могут это запросить. Ага, еще работаете, все, программе соответствуйте, все отлично. Вот держите вам, номинация уже была дана, федералы могут это даже, да, запросить. Вот держите вам пиар, потому что у вас все в соответствии с требованиями по программе, по которой вы зашли. Ну вот так вот. Надеюсь, ответ был полезен. И я сейчас попробую как-то прикрепить тоже это аудио, чтобы многие послушали, потому что многие сейчас интересуются именно иммиграцией, да, и должны понимать вот эту систему, должны понимать заведомо. Поэтому, кстати, опять же, в разборе, в иммиграционной стратегии вот у нас и есть вот этот момент. Вариант один, опция, да, стратегия номер один, стратегия запасная номер два, потому что вы видите, ага, так, от работодателя зависеть не хочу, все-таки я сделаю, выполню эти факторы. И как запасной вариант я оставлю заход с работодателем, например, да, либо для кого-то классный работодатель, все хорошо, это приоритетная стратегия. То есть и тут уже вот каждый выбирает свое, что по душе. Всем удачи, удачи в иммиграции, все получится. Главное знать, на что идете, разбираться в этом процессе, потому что если мы куда-то просто запрыгиваем, да, прыгнул и потом плаваем, не понимаем, что такое, что происходит, зачем я сюда вообще прыгнул. Лучше знать, вот можно сюда зайти, сюда, можно туда прыгнуть, но при этом мы знаем, что нас там ожидает. Тогда вы уже уверенно там плаваете, вы знаете, есть ли камни под водой или их там нет, да, то есть, ну так скажем. Точно так же вот подход к иммиграции, полная осознанность своего процесса, своего дела, своих шагов, тогда вы уверенно, спокойно спите, спокойно занимаетесь своими делами, у вас там все в процессе, вы знаете, что, чего, почему, да как. Весь пазл складывается. Для этого нужна иммиграционная стратегия, конечно. И опять же, все можно тоже найти самому, но нужно сделать хороший ресерч, все доступно, читайте, вникайте, рассматривайте свои варианты. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok